Завтра облачно. Подкаст об IT от E-mail.ru Cloud Solutions. Сегодня мы говорим об использовании приложений через облако. Как это называется в IT? О СААСах. Почему люди не сразу привыкли к приложениям в облаке? Как на СААС-рынке вырос целый клондайк полезных больших данных? И какой следующий шаг в эволюции IT после СААС? С вами я, ведущий подкаста Андрей Коняев, мой первый гость Александр Демидов, директор направления облачных сервисов компании BITX24, одного из самых известных в России СААС-брендов. Второй гость Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions для построения облачных сервисов. Итак, поехали! Представьтесь. Меня зовут Илья Летунов, я руководитель Mail.ru Cloud Solutions. Меня зовут Александр Демидов, я директор направления облачных сервисов BITX24. Сегодня наш подкаст будет посвящен такой непонятной штуке, как СААС. Непонятна она потому, что все про нее слышали, где СААС начинается, где он заканчивается. В общем, всем не очень ясно. У нас вообще такой подкаст. Мы разговариваем про вещи, про которые все слышали, но никто толком не понимает, что это такое. Давайте попробуем. Вот по очереди, давайте каждый из вас попытается объяснить, что такое СААС простыми словами. Вот буквально там в четыре предложения. Я уступлю. Уступлю. Я не хочу начать. Нет, нет, не кажется. Мне сейчас нравится определение, оно, конечно, неофициальное, но что СААС – это просто компьютер, который стоит не у тебя под столом, а где-то еще, просто другой компьютер. Ну, на самом деле, это вряд ли похоже на какое-то реальное название. Скорее, ну, понятно, что если просто дословно аббревиатуру переводить, это Software as a Service, но, мне кажется, сам термин очень активно обсуждался в году, наверное, в 2010-м, 2011-м, когда вообще, в принципе, менялась модель потребления программного обеспечения, когда для людей еще было непривычным, что софт, может быть, не у тебя на ноутбуке или на сервере, который стоит в твоей собственной там серверной, ну, и, по сути, это модель, при которой у тебя программное обеспечение находится не у тебя, а у сервис-провайдера, и ты им пользуешься там, ну, чаще всего, из браузера, возможно, из какого-то дополнительного мобильного приложения. Ну, меня еще, вот, я согласен, еще одна, как бы, всегда для меня, когда говорят слово SaaS, мне почему-то сразу говорят подписка, это софт под подписки, то есть SaaS это еще не только, где запускается, да, софт, что вот как он у нас направлен, но и модель его покупки. То есть раньше мы всегда покупали софт как такую, типа, вот я купил лицензию, вот она стоит у меня на компьютере, а SaaS вел некое вот это понятие подписки, где ты можешь пользоваться столько тебе нужно, и это не выкуп лицензии на, там, всю жизнь на использование некоторого софта. То есть здесь, наверное, еще вот это вот возможность использовать столько, сколько нужно, и расширяться, там, например, у тебя появилось больше потребностей, например, там, не знаю, там, ты малый бизнес, ты нанял еще сотрудников, ты платишь за столько сотрудников, софт для них, за сколько ты, как бы, нанял. Они тебе уволились меньше. То есть вот для меня сейчас SaaS раскрывается как раз еще и вот в этой подписочной модели, которая, мне кажется, вот росла вместе с этим понятием. Ну, это важное уточнение, но к этому уточнению можно сделать еще одно уточнение, потому что те же сервисы бывают, например, полностью бесплатными, и тогда речи о подписке не идет. Но, тем не менее, по самой модели потребления это, ну, не перестает быть SaaS. Хорошо. Тогда вопрос, почему раньше не было SaaS, а потом он появился? Почему мы ушли от дистрибутива на компакт-диске, какого-то там Microsoft Office? То есть это преимущество этой модели? Почему она так захватила мер? Да, почему она вдруг в какой-то момент стала основной? Почему сейчас, ну, типа поставить себе офис на ноутбук приходит в голову только людям, которые вот, ну, как бы для чего-то им это прям специально нужно? Потому что я, например, пользуюсь офисом и только исключительно удаленно. Как так получилось? В какой момент вот это произошло и почему? Мне кажется, это не в момент. Это очень был достаточно был длительный процесс, потому что менялось целых несколько факторов. Ну, важный фактор, не в порядке приоритета, просто перечисляя. То, что, ну, у многих компаний, особенно у маленьких, есть потребности пользоваться тем или иным софтом, а собственных системных администраторов, кто будет это все поддерживать, чтобы оно работало, не падало, делать бэкапы и так далее, нет. А сервис-провайдер это все берет на себя. Для многих проще пользоваться как раз той самой подписной моделью, про которую сказал Илья, и платить там небольшую сумму там ежемесячно, чем делать большую покупку за софт сразу. Конкретно у нас в стране, может быть, менялась вообще сама идея, то, что, ну, скажем честно, мы очень много использовали пиратского софта, потому что он дорогой. Оплатить ежемесячные платежи, которые не очень большие, в принципе, достаточно комфортные. Можно вполне себе легализоваться и использовать софт вполне легальный. важная составляющая, которая вот сейчас происходит, не сейчас, там, последние, наверное, годы, пользователь привык к тому, что все его данные не где-то в одном месте локально доступны с его ноутбука, а он хочет, чтобы они синхронно были доступны с планшета, с мобильного, с ноутбука и так далее. Это значит, что использовать локальный софт для этого не получается. То есть должен быть сервис, которым доступ есть отовсюду, грубо говоря. Были, на самом деле, причины, по которым до какого-то определенного момента времени модель SaaS была невозможна. На самом деле, это ограничение канала интернета. То есть, на самом деле, если брать вот этот весь SaaS, мне кажется, он как раз очень сильно масштабировался, рождался, когда появился стабильный, корпоративный, мощный интернет. Потому что модель передачи информации, если это бизнес-система, если это софт, который зависит бизнес, то как бы он должен был быть стабильным. И вот, как мне кажется, да, то, наверное, 15-20 лет назад ты мог стабильно обеспечивать только какую-то локальную сеть. А для того, чтобы тебе построить действительно там задублированный хороший интернет-канал, чтобы с тебя не вставали процессы, и ты там CRM-кой пользовался, а тебе пришел клиент, то ты должен был там ставить спутниковую антенну, дублировать этот канал через двух провайдеров. И в целом, как бы, эта модель, она на самом деле была невозможна. И вот как раз, наверное, вот этот стык двухтысячных, когда очень хорошо начал во всем мире буститься интернет и интернет-канал, он как раз и стал тем фактором, с которого люди начинали вот этот вот SaaS-модель выноса, которая имеет за счет шеринга рисков на одном провайдере с больших клиентов экономическую выгоду, она стала возможным. И, по сути, вот у нас снялся фактор-ограничитель как некая пропускная способность, и после этого драйвером стало то, что это просто экономически выгодная модель использования, где как бы косты, которые раньше несли все клиенты, они объединяются в одном месте и на эффекте масштаба уменьшаются. Выгодно для всех, и для провайдера, и для клиентов. Я скорее вот это имел в виду, потому что, когда ты, Александр, говорил, там просто было довольно много аргументов, типа, почему это хорошо, почему это полезно, а на самом деле вот интересует именно, почему эта модель случилась. Вот один из аргументов хороший, что появился подходящий интернет. Меня интересует здесь более тонкая вещь. Раньше, когда ты покупал какой-то программный продукт, это была твоя собственность, ты его контролировал. Хочется сказать, что... Ну, условно контролировал, но у тебя на диске лежал. Хочется сказать, что переход к SaaS-модели, он как бы у человека пропадает вот этот контроль, и у него нет как будто собственного программного обеспечения. Сейчас уже говорю скорее не про корпоративные вещи, потому что в целом владеть программными продуктами для компании не суть, если это экономически невыгодно. А вот для конкретного пользователя, для меня, как человека, который начинал вот тогда, для меня всё-таки есть какой-то подсознательный дискомфорт, что не принадлежит мне то, что я делаю, то, чем я пользуюсь. Как будто я не знаю, были такие компьютерные клубы. Я вот пришёл в компьютерный клуб посидеть в интернете, и вроде всё моё, но как бы это и не моё. И поэтому вот это ощущение отсутствия собственности, мне интересно, есть ли такой эффект, как вам кажется? Ну, я могу лично про себя сказать. Всё-таки есть очень чёткое разделение между собственно самим программным обеспечением и сервисом и теми данными, которые у тебя в нём хранятся. И если СААС, а многие СААСы дают ту или иную возможность экспорта данных, чтобы в случае, если ты уходишь от одного сервиса к другому, например, или просто уходишь и хочешь как-то сохранить, ну, все более-менее приличные сервисы так или иначе дают возможность эти данные сохранить, унести, и в лучшем случае тот же сервис, например, развернуть у себя в виде собственного сервера или перенести к другому провайдеру. И вот если это делается просто и безболезненно, то у меня таких страхов нет. То есть за само владение самой программой никакого дискомфорта нет. Скорее за данные, чтобы вот они не были заложниками. То есть если это система, где ты данные, не знаю, возьмём условно ту же сервис, методично день за днём вносишь, а потом выясняешь, что у тебя нет возможности разом их получить себе, то вот тут, конечно, дискомфорт есть очень серьёзный. А как сразу узнать, что ты можешь получить их себе? Ну, наверное, до того, как ты начнёшь пользоваться сервисом, как-то изучить его возможности, в том числе те или иные пути отступления. Это как раз, мне кажется, программотность, которая возникает, айтишная, что как раз сад-сервисом – это качество сервиса, которое ты можешь понять, что он глубоко продуманно хорош, это то, что с него можно выгрузить данные и отмигрировать. И когда ты уже пропадёшь к определённому пути, ты сразу понимаешь, как это проверить в сервисе, что ты об этом задумываешься на этапе прихода. Ну, пока, наверное, это такая проблема, об этом мало кто задумывается изначально. И ты можешь попадать в какие-то ситуации, которые потом косвенно... О, облака – это проблема, я не могу тут данные вытащить. Да, и ты вроде бы в какой-то такой уязвимости находишься, что данные там, и как бы ты либо теряешь данные, идёшь к конкуренту, либо продолжаешь платить. И эта ситуация, наверное, как будто чуть-чуть выкручивает руки, да, она может быть... Но это больше именно, мне кажется, не следствие бизнес-моделей SaaS, а того, что грамотности какой-то не хватает вот в этой части, как вообще пользоваться облаками. И вот ты тоже говорил, наверное, это же какая-то эмоциональная часть про облака. И я подумал, что... Ну, что бы меня пугало? Что вообще концепция, когда у тебя на компьютере физически, это очень понятная концепция, даже людям абсолютно далёких от компьютеров. А концепция облака, она может быть не сверхсложная, но в любом случае это уже что-то, какая-то абстракция, которая тебя пугает, наверное, по умолчанию. Потому что ты вряд ли, будучи там не айтишником, прям реально поймёшь, как это работает облако. Где там дата-центры, почему они как бы в облаке, почему это называется. И как бы тебе ещё это называют таким, знаешь, каким-то мультяшным игрушечным названием облако. Вот это мне тоже всегда было интересно. То есть охренеть, какую сложную такую прям техническую штуку. Во всём мире, во всём B2C, вот обычно называют облако. Но это же такой прикол такой, да? Что типа ты не парься, это же облачко. Ну и, наверное, как бы когда я там какой-то малый предприниматель бизнес, мне вот этот уход в облако, оно меня пугает. Даже просто потому, что я... Ну, это более сложная концепция. Мне вот ещё какой интересный вопрос. Вот сейчас как-то так происходит какое-то осознание того, что данные – это довольно важная вещь, типа данные – это новая нефть. Получается, что мы, работая с SAS, мы отдаём ему все данные. Ну, то есть он, когда мы даже с него условно мигрируем, забираем свои данные, да, какое-то время, даже если они потом будут уничтожены, он ими пользовался, да, и он какую-то информацию может получить. И в целом, используя наши данные, может как-то дополнительно монетизироваться, правильно? Ну, скажем так, просто напрямую взять наши данные и ими пользоваться, конечно, не может. Всё зависит от того, что написано в условиях, ну, в пользовательском соглашении. Это я понимаю. Я имею в виду вот данные, как в понимании Big Data, предположим, они анонимизированы, но, грубо говоря, что... Умешь в виду поведенческие какие-то паразиты? Я имею в виду хотя бы даже поведенческие. Ну, просто мы говорим о чём? Мы говорим о том, что вот условно мы работаем, например, с текстом, да, и этот текст лежит где-то, да, и много нас, людей, работает с этим текстом. И в целом мы платим деньги за то, что мы работаем с текстом, и всё хорошо. Но данные о том, как мы работаем, что мы делаем, какие-то наши, возможно, поведенческие вещи, кто мы такие, да, там, не знаю, частота употребления слов, не знаю, что можно из этого извлечь, эта вся информация складывается, и мы как бы хотим этого или нет, огромное количество данных вот таким SaaS-сервисом отдаём, и они у них скапливаются. И это типа хочется сказать, что это дело времени, пока кто-нибудь, а уже скорее всего, да, решит, что у нас столько хороших данных лежит. Почему бы их, например, ну, не продать или самостоятельно не проанализировать? В этом смысле есть вот такой нюанс, что мы помимо денег отдаём ещё довольно много поведенческих данных SaaS-сервисам. Я, наверное, не очень целевая аудитория, скорее вот именно с позиции айтишника смотрю, но вот если сервис эти данные проанализирует и использует сам для себя, для того, чтобы там, например, посмотреть, что я готов вот-вот уйти и дать мне какую-то скидку дополнительную, или наоборот сделать какой-то апсейл для меня дополнительно, продать нужную фичу мне по тем данным, чем я пользуюсь, так я только забуду. Если он мне, проанализировав моё поведение, хорошо поймёт, в чём я ещё нуждаюсь, да пожалуйста. Если он решит мои данные продать куда-то наружу, то это, опять же, вопрос пользовательского соглашения. Он не может там задним числом что-то поправить и продать. Это вообще вопрос тогда к доверию этому самому конкретному сервису. Если у него заранее прописано, что я могу там передавать третьим лицам, ну тут, опять же, вопрос грамотности, насколько мы читаем все эти самые пользовательские соглашения и потом используем. Ну, в том контексте, как мы сейчас обсуждаем, да. Вот проблема там такая же, по крайней мере, с точки зрения хранения данных и их использования. Ну, мне кажется, не зря этот вопрос сейчас на таком высоком уровне везде поднимается, что сейчас поняли, что слишком много, наверное, свободы было и отсутствие регулирования во всех соцсервисах, в фейсбуках. И сейчас, как бы, уже даже те же самые сами вендоры просят государство начать эту регуляцию, потому что реально очень сложно, очень много рисков для бизнеса несёт, потому что понятно, что правила нужны. И то, что ты говоришь, да, что вот эти вот тонкие границы, а в IT этих границ может быть огромное количество. Для себя, для метрик, для того, чтобы улучшать. А если для того, чтобы продавать дополнительный продукт, это нормально. А если для того, чтобы на основе этого вообще делать рядом другой продукт, использовать эти данные. Вот эти все переходы, как бы, ну, они сейчас, как бы, наверное, есть какой-то юридический подход к этому, но я не могу сказать, что это вот, типа, понятная информация даже для айтишников. Типа вот это вот, где граница использования данных, а что им нужно уведомлять, а что им нет. И у каждой страны есть своё какое-то законодательство, которое пока, как мне кажется, обработку, либо не дал. Вот как бы вот как-то так. И, ну, предстоит решать эту проблему, очевидно. Просто мы же вот даже, когда подписываем согласие на обработку данных, его нельзя обратно забрать. Не существует схемы, когда я пишу заявление, прошу считать. Есть, есть, на удаление. Просто мало кто об этом знает. Да, вот видишь, там должна быть схема на удаление. Обязательно. А тут же какая тонкость? Типа я согласился обработать данные, мои данные обработали, на их основании что-то получилось. Я могу попробовать попросить свои данные удалить, а я хочу потребовать и результаты обработки удалить. Это невозможно. Да? Это же такое вот, пожалуйста, звучит-то как, типа, если мне предложат хорошо, то вот, значит, нормально, а если там начнут продавать, то это нелегально. Но вот, пожалуйста, история с Фейсбуком показывает, что этих границ огромное количество. Их можно постепенно пересекать, не скатываясь в то, что как вот на горбушке можно купить диск с... Совсем же недавно слились где-то на госуслугах, по-моему, какие-то данные оказались открыты. Ну, а в чем для тебя проблема эта история? Ну, да, да, это как бы есть много недорегулируемых до конца зон. Для меня нет... Просто эта проблема, она как бы достаточно сильно поднята сейчас, она открыта, и понятно, что, ну, это будет решаться вопрос. Я понимаю. Я здесь говорю исключительно о том, что данные пользовательские, да, но они генерятся в огромном количестве, пока мы сидим в интернете. И всегда важен вопрос, кто эти данные собирает. Да, и это вот история про САС, она в этом контексте очень понятная, да, потому что мы самостоятельно логинимся. В САС нет трудности с идентификацией пользователя. Он идентифицирован. Это очень хорошие, четкие данные, структурированные. Да, вот, я об этом и говорю. И хочется сказать, что когда мы говорим вот про условно вопросы о данных, как раз САС, это такой источник очень хороших вот таких данных, по которым можно много чего сделать, можно чего много понять. И, соответственно, в этом контексте САС тоже как-то такая важная история. В примере с тем же Фейсбуком я не вижу никакого противоречия. То есть там надо, конечно, отдельно почитать соглашение, которое про Фейсбук-воркплейс, которое для компаний, а вот именно Фейсбук обычный, который для обычных пользователей, данные принадлежат Фейсбуку. И я, понимая это, я не понесу свои какие-то корпоративные данные, которые я использую для компаний, не знаю, начиная с логинов, паролей пользователей, заканчивая той же CRM или еще чем-то, я не понесу это в Фейсбук, я не сделаю там закрытую группу, где буду общаться, потому что я буду понимать, что все, это не мое, это уже принадлежит Фейсбуку. Это понятно. Мы про корпоративные данные не говорим. Мы говорим про данные людей. Просто это вся история про САС, ее удобно рассматривать в контексте малого бизнеса, потому что это такой самый безобидный вариант. Потому что малому бизнесу это выгодно, малый бизнес генерирует какие-то данные, но что-то он там генерирует и генерирует. Мы говорим в контексте обычного пользы для человека, чьи данные собирают все, кому не лень, и все это монетизируют. Ну смотри, давай я попробую, мне кажется, ты как бы упорно в какую-то одну сторону заводишь дискуссию, давай мы будем сопротивляться, потому что есть как бы абсолютно стандартная история для меня. Что такое хороший вообще САС-провайдер? Это в том, кто может дать value с этих же данных больше, чем одна компания. То есть, например, как бы мы... Есть, например, сервис, который работает только на масштабе, на вероятности. Например, там некие предикшены по отрасли, некое соотношение с средним. И малому бизнесу, любому бизнесу это полезно для его конкретного развития. И это, наоборот, дополнительный value САС-сервисов, что они могут делать дополнительные сервисы, которые как бы... ну как добавочную стоимость генерят на этих данных. И это некая даже обязанность САС-сервиса, что если он молодец, то он может предсказывать, добавлять. И из этих данных, которые сам клиент, они у него и так есть. Он уже и с ними никаким образом не может их монетизировать. А отдавая их и используя САС, тем самым как бы делясь этой частью, он их монетизирует сразу сейчас, получая доп-сервисы. То есть, для меня это как бы даже бонус того, что ты можешь получать. Потому что, наверное, не знаю, какой пример. Ну как бы есть у тебя там письма и есть письма. А тебе, бац, построили антиспам, который построен на миллионах ящиках. На твоем бы его не было возможности построить. И ты решаешь свою конкретную проблему. То есть, это же как раз тоже шарит подход, как шарит данным экономики, которые ты получаешь от этого value. И как бы я на это вот во многих вещах именно так смотрю. Потому что, если бы этого не было, то всей синергии от обобщения в одном месте типизированных данных единого сервиса очень сложно было достичь. Но при этом как бы риски, они закрываются некой как бы грамотностью. То есть, с точки зрения оферты, юридической, удаления, четком осознании всех как бы и тебя, что можно класть, что нельзя класть. Ну, какая-то юридическая гигиена, да? И в этом моменте ты сам закрываешь свои риски, но при этом ты реально пользуешься вот этим value от агрегации данных. И именно поэтому SaaS классный. И это классная модель, которая может придумать то, что невозможно было придумать в единичном случае. e-mail это SaaS? Да, конечно. Самый первый, получается? Ну, скорее, самый первый массовый. Хотя как раз, когда активно пытались в том числе стандартизировать понятие SaaS, что это обязательное приложение с единым ядром, с подписной моделью, очень многие сопротивлялись и говорили тому, что нет, e-mail не SaaS. Почему не SaaS? Та же самая модель потребления. Если это платный сервис, то та же самая подписная модель. Поэтому да, вполне себе SaaS. Письмо можно было писать из браузера. До сих пор его можно писать из браузера. То есть в этом смысле всё примерно понятно. Потому что там же был текстовый редактор. Конечно. Вот мы примерно, ну, поняли, что такое SaaS, поняли, почему он случился. Да, он случился благодаря технологиям, он случился благодаря тому, что, казалось бы, большинство людей не держатся за эту программу, которая у них стоит. Главное, чтобы было удобно и понятно, да. О, какое будущее у SaaS? Вот что это дальше и что будет потом, ну, после SaaS? Правда, я бы и SaaS, наверное, не предсказал, если бы меня спросили, типа, когда-то давно. Но в целом... Ну, вот можно хорошо отталкиваться от того, что сказал Илья. То, что важным препятствием для развития SaaS был, собственно, интернет, его доступность, надёжность, скорость и всё прочее. Сейчас всё развивается. Сейчас 4G, а сейчас дальше уже и 5G. По сути, наверное, практически в любой квартире есть как минимум несколько провайдеров. И, в общем, интернет становится такой инфраструктурной штукой, как, не знаю, надёжной, как электричество. То есть отключение интернета это скорее форс-мажор. Поэтому в модель потребления, когда у тебя на клиенте совсем чуть-чуть, а всё остальное где-то, она переходит, например, в те же игры и стриминг. Даже NVIDIA это развивает, уже Google это развивает. Да, я про это подумал, да. И поэтому в эту же модель как раз вот этот самый стриминг очень становится похож. То, что тебе даже не нужно обсчитывать какие-то тяжёлые графические операции, а ты просто передаёшь видеопоток. Ну, достаточно просто на текущих скоростях. И это, в общем, будет приходить в самые разные сферы. Да, про игры это вот я первое, что подумал, это то, что вот эта концепция о том, что, ну, Nintendo сделал Nintendo Switch, которая такая, типа, портативная приставка, которую вставляешь в докинг-станцию, и она становится на экране. А, соответственно, конкуренты хотят сделать, чтобы на любой платформе у тебя была одна и та же игра, типа, чтобы не существовала платформа, чтобы у тебя был единый доступ, и, соответственно, игра просто стремилась, и это было бы прикольно, конечно. При этом, как бы, я так понимаю, вообще там максимальное развитие это в том, что ты просто, как бы, телевизор у тебя уже является достаточным элементом для того, чтобы играть. Ну, то есть мы говорим про то, что конечные устройства упрощаются. Да, телевизор, мобильник, планшет. Да, то есть у тебя хочется сказать, что дальше движение это упрощение самих устройств, потому что в конечном итоге на клиенте у тебя все меньше висит. Да, и, наверное, SaaS, он как бы подразумевает все-таки вот пока для меня SaaS связан в первую очередь с браузером и с мобильным приложением, наверное, вот сейчас. Ну, как бы, дальше идет, наверное, вот все те девайсы, которые сейчас есть а-ля дополненная реальность, выход вот на какие-то такие конструкции, еще сильнее встроенные в какую-то жизнь человека. Те же очки, да, мне кажется, это вот, ну, как раз next step приложения, которые как бы автоматически решают твои сервисы вот из твоего контекста. Какие-то... То есть вот это вот видоизменение еще устройств ввода, которые вокруг нас, за счет как раз всей беспроводной истории и доступности интернета, позволяет все, что угодно гнать, видео обрабатывать, обрабатывать огромное количество там информации вокруг тебя, пока ты идешь, да, вот камеры, которые это окружают. Так как у нас есть возможность достаточно хорошего интернета, чтобы все это передавать, обрабатывать в онлайне, то открывается огромное количество возможностей, что вот эти вот возможности... Для нас сейчас привыкли вещи, как открыть ноутбук, а через 10 лет мы будем считать странным вообще что-либо открывать, да, или там носить что-то и доставать из кармана, что это уже, ну, избыточные действия, потому что есть намного более удобные по голосу, по какому-то щелочку виды доступа к информации, которые уже будут решать все эти вот прикладные задачи, которые есть сейчас. Операционная система может быть SAS? То есть можно дойти до такого, что, грубо говоря, она будет где-то работать, и у нас будет вот планшет, на котором даже ничего толком и не стоит. Chrome OS немножко в эту концепцию как раз примерно попадает, и, наверное, примерно так же будет. Ну, хоть на чем-то это надо будет запустить, но, наверное, на каком-то минимально базовом наборе функций, да, вполне. Ну, это да, действительно, эта концепция Google развивает, сделает максимально легкую, то есть они сжимают эту операционку, и потребность в том, насколько должен быть мощный клиент, ну, до уровня, там, минимум технологического, который есть сейчас. То есть, в принципе, потенциально сейчас эта идея может реализоваться в конечном итоге, что будет минимум функций на клиенте. Нужна будет быстрая сеть, ну, это все как бы на чипах, на сетевых будет, тот же там Wi-Fi, например, тот же, или 5G, тот же модуль, ну, и, собственно, дисплей, ну, ключевые вещи. Какие особенности у разработки SAS? В сравнении с любой другой, какой-то айтишной системой. Хочется сказать, да, должны быть какие-то же особенности, или это ничего такого, просто все то же самое, просто... Обобщенно я бы назвал, что очень сильно больше ответственности, а дальше можно это все уже разбирать по подпунктам. Давай я разберем. Ну, исходя из самой той же самой концепции SAS, во-первых, нужно сразу разрабатывать с пониманием, с готовностью масштабироваться, потому что, когда ты... Я могу на нашем примере посмотреть, мы там до 2012 года разрабатывали софт, там, CMS и корпоративные порталы, которые были исключительно коробочными, и мы там клиенту отдавали решение, он ставил себе, ну, и, собственно, сколько он там сервисных мощностей там добавил, ну, так у него и работает. Или там много данных залил, там, сервер побольше сделал, ну, и все хорошо. В 2012 году мы запустили сами SAS, Bittrex 24, и тут мы, в общем, поняли, что клиенты могут импортировать больше данных, чем мы рассчитывали. Клиентов может в какой-то момент после нашей какой-нибудь акции или еще что-то прийти больше, чем мы рассчитывали. И тут как раз нужно уметь быстро отмасштабировать свой сервис и быть готовым к тому, что у тебя клиентов стало больше, данных стало больше, а непроизводительность, недоступность, ненадежность не должны пострадать. А сюда же примерно это, наверное, какая-то готовность к резервированию, готовность к работе на нескольких площадках, может быть, на каком-нибудь геораспределенном кластере и возможности быстро переключаться. Опять же, ну, само приложение должно быть к этому готово. Нельзя любое приложение взять и сделать распределенным и возможным резервирование. Горизонтальное масштабирование, резервирование, сходу, что еще? Мне кажется, такая часть, как тенантность, мультитенантность, она меняет очень сильно парадигму разработки, потому что, когда ты знаешь, что одно приложение, оно находится и полностью запускается над данными одного клиента, это один подход. А второй подход, когда ты понимаешь, что у тебя один инстинкт, нас обрабатывает сотни клиентов и данные ходят через одно и то же API, которая должна очень правильно с точки зрения цели, security их разделять, гарантировать несмешение. И вот этот подход, он на самом деле чрезвычайно усложняет проектирование, по сути, потому что у тебя во всех данных появляется еще одна ось, по которой ты должен патенантом ее раскладывать. И вот в целом я как бы даже сталкивался, что это может убить производительность изначального софта, когда ты начинаешь мультиценантность переводить. Или есть вещи, которые просто как данные не спроектированы, чтобы их разделять. И это, наверное, какая-то парадигма проектирования разработки, что ты изначально закладываешь на мультиценантность. Поэтому не всегда это такой челлендж и приключение, мне кажется, не мультиценантную систему сделать мультиценантной, не переписав ее полностью. Ну да, да, конечно. У вас так получилось? Да. Пришлось ее полностью переписать? Ну не то, что пришлось полностью переписать. У нас многие изменения пришлось делать скорее вот про то, что я говорил, про возможность устойчивости масштабирования, запуск на разных инстансах с резервированием, возможность выноса статических данных в какое-нибудь объектное хранилище, а не просто на файловой системе, чтобы можно было как-то переключать, резервировать. Но мы стараемся, по сути, то есть у нас остались продукты коробочные, которые можно поставить себе и SaaS. И мы вот с тех пор, чтобы не делать лишнюю работу и не вести разработку, грубо говоря, двух разных продуктов, мы, по сути, это всё делаем на одном ядре и на одной платформе. У нас и в SaaS, и в коробке, по сути, используется один и тот же код. Это сильно проще с точки зрения разработки в итоге. Проще? Проще, потому что нужно поддерживать один продукт, а не два разных. Ну, это понятно. Просто обычно, когда ты делаешь что-то, что одновременно и там, и там, не всегда это выходит удобно. Ну, тут и плюсы, и минусы получаются, потому что, с одной стороны, разработчикам пришлось как раз немножко свой склад ума перестроить, и программировать немножко по-другому. С другой стороны, ну, мы решаем вот те вопросы, которые изначально затрагивали. То есть наш клиент, например, может взять и смигрировать данные из нашего облака к себе в коробку и сделать это совершенно без проблем, потому что код один и тот же, данные одни и те же, и совершенно спокойно это работает. То есть в итоге плюсы у нас перевешивают. Хорошо, а вы планируете перейти совсем и отказаться от коробочной версии? Нет, конечно. Нет, даже в перспективе? Так это же огромный плюс для клиентов. То есть даже если он никогда не планирует в итоге на коробку переехать, само понимание, что он может это сделать, это закрывает огромное количество его страхов использования сервиса. Тех страхов, о которых я говорил. Да, что он не станет заложником этого сервиса, что он в любой момент имеет эту возможность. Может быть, он ей не воспользуется, но тем не менее. А есть также огромное количество клиентов, у которых там по разным причинам. У кого-то политики безопасности говорят, мы работаем только в закрытом контуре у себя в компании. Они, в принципе, не могут нашим SaaS пользоваться коробкой, пожалуйста. Есть компании, которые хотят делать какие-то сложные внутренние интеграции с какими-то внутренними системами, от ERP до каких-нибудь пропускных систем. Не всегда в облаке это можно сделать. Да, пропускные системы. То есть в облаке, да, у нас есть REST API, можно расширять продукт, но все-таки там достаточно ограничено. А так как у нас сам софт, он в виде открытого ПО, его можно дописывать, дополнять своими модулями, еще и какими-то дополнительными интеграциями. И у кого такая потребность есть, они берут коробку и это используют. Ты сейчас сказал слово про расширение, и мне прямо это я такой думал-думал, типа вот SaaS, а что может быть дальше в будущем? Что там вообще за концепции могут рождаться? Вроде как бы, ну, блин, наверное, ничего дальше. А вот сейчас сказал слово расширение, и меня прямо, я вспомнил идею. То есть вообще в чем проблема SaaS, да, в том, что эта программа, которая работает, дает тебе, не знаю, там CRM, она написана одним алгоритмом на всех. И у тебя как бы, это как раз то ограничение, что его очень сложно кастомизировать. Весь смысл value это в том, что одно и то же масштабируется на всех, и поэтому это очень выгодно и дешево. А если бы каждому нужно было кастомизировать, и как бы модель SaaS рушится, потому что экономика больше не перестает сходиться. И как бы на самом деле, SaaS, они даже учат компании правильным процессом и правильным развилкам, которые они позволяют в своем продукте, чтобы использовать. И получается, в целом, будущее это сделать такие SaaS, в которых как бы они реально могут кастомизироваться под пользователя с любым его сложностью. То есть сейчас как бы вот какой вопрос, хочешь кастом, неси к себе, у себя дорабатывай, и это будет только у тебя. А можно сделать такой облачный сервис, да, и, например, вот, ну, как мне кажется, Salesforce, например, очень сильно к этому стремится. Он стал конструктором. Это уже стал конструктор SaaS-сервисов, который может вообще, вот ты вот его взял, и ты можешь создавать абсолютно любые существующие, и их оперировать в процессы, на них навязывать другие контексты, на них там раздавать файлы, и это превращается в такой огромный-огромный конструктор сервисов. И он как бы начинает уже решать вот эти сложные задачи, что это по модели доступа, безопасности и мастабируемости SaaS, а по тому, насколько это детально кастомизируемо, это как будто твой OnPrem. Наверное, вот в этом будущем, что как бы кастомизацию уровня OnPrem донести в SaaS-ы, чтобы вот этот вот аддон, который сейчас решается такими вот модулями, аддонами, где ты можешь изменить что-то. То есть тебе вендор SaaS определяет, ага, скорее всего, тебе, наверное, может быть, ты распределять заявки, хочешь по-другому, и, наверное, там решение о подтверждении решать. И он тебе дает два места, куда ты можешь написать аддон. Но в целом, как бы парадигма разработки может стать такой, что аддоны можно на любое место SaaS-а докрепить. И это, наверное, вот такое как бы для меня какое-то такое будущее. Оно совершенно непонятно, как реализуемое в ближайший момент, но, наверное, раз мы про будущее фантазируем, то вот это же как раз и круто. Типа сделать абсолютно кастомизируемый прям под тебя, под один ценант SaaS. Там единственная проблема, что высокий уровень кастомизации, он же всегда завязан с высоким уровнем экспертизы. Это довольно быстро становится понятно, что чем больше у тебя возможностей... Выстрелить себе в ногу, да. Да, ты обязательно ими воспользуешься. Я не вспомню, от кого это пошло первого, но вообще я слышал такую концепцию, как API-first. То есть сервис, когда разрабатывает ту или иную новую фичу или вообще новый продукт, они вообще пляшут изначально от API. То есть любую новую сущность, с которой они работают, ну, взять условно битрикс-заводской или тот же. Вот у нас есть там задачи, CRM, еще что-то. В задаче там есть исполнители ответственные, в CRM есть лиды, есть сделки, есть еще что-то. Вот если для каждой новой сущности изначально ее разрабатывать с возможностью работать с ней через API, то это скорее будет развитие к тому самому будущему, потому что я знаю, что кто-то даже, опять же, не вспомню конкретные имена, но такую идею знаю, что кто-то именно так и разрабатывает, и даже потом веб-интерфейс к самому сервису делает уже над тем API, который сделан для каждой сущности. Ну, я знаю, что так Amazon Web Services очень многие свои вещи запускал у них, особенно у новых сервисов, иногда возможность управления ими появлялась сначала в API и в консоли, там в командной строке, например, через кли, и только потом это появлялось у них в веб-интерфейсе в консоли. Это очень крутая парадигма, когда твой клиент IT-развитая компания, то есть это получается, что некая IT-экспертиза, она чуть-чуть выносится и на клиента, которая этим пользуется. И тогда это классно, когда в зоне сервисов клиента IT-компании суперработа, и, конечно, классно это делать. Но вот для Битрикса, то есть вот вашему клиенту получить API, то есть это кто-то должен технически грамотный достаточно быть, чтобы прямо реализовать все свои функции над API. Отличный вопрос. У нас две возможности. Я говорю про нас, как есть у нас, и я думаю, что у многих есть так же. Во-первых, сам конечный клиент, если он технически грамотен, если у него есть специалисты, он может пойти изучить наш API, и на этом мапе сделать любые дополнения, которые нужны конкретно ему. А есть у нас целый ряд разработчиков, которые делают свои решения. Они считают, что вот эта доработка будет полезна не только одному их конкретному клиенту, а многим. Они делают его, размещают в нашем маркетплейсе. У нас есть маркетплейс этих дополнений для Битрикс24. И на тех или иных условиях предлагают клиенту. Могут предлагать бесплатно, ориентируясь на то, что они дальше окажут какой-то консалтинг и сделают до продажи уже своих услуг. Могут сделать платные решения. Поэтому что-то узкоспециализированное, клиент, который умеет, он сделает сам. Что-то более-менее, ну, скажем так, то, что не столь масштабно, что у нас попадает в наш общий roadmap, то, что мы готовы включить в сам продукт, но то, что все-таки какому-то пласту клиентов потребуется, разработчики делают, размещают в маркетплейсе. И эта модель очень хорошо работает, и я думаю, что у многих будет работать. То есть API делаешь, делаешь маркетплейс, и даешь все возможности порасширения. Я про это тоже подумал. Что-то вроде этих... Google, которые эти, как они называют, плагины. Ну, то есть это же идея примерно такая же, что у тебя есть браузер, но на самом деле он может еще какие-то функции выполнять, и эти функции можно довесить. Типа вместо того, чтобы делать браузер загруженным, ты довешиваешь эти функции какими-то дополнительными приложениями. Это отличает от того, что ты описывал систему, что ты можешь дописать только здесь, только здесь, что эти приложения работают через API, и это означает, что их работа гораздо более гибкая. То есть ты потенциально... Твой продукт, он представляет... Вот ты как-то описал какую-то схему, когда все такое прямо аморфное, а это у тебя вот он собран из кирпичей, которые между собой общаются, они такие вот связаны, и ты можешь любой новый вставить, подключить его к разным, и это выглядит как... Вот как раз такое масштабирование представляется реалистичным, с маркетплейсом для людей, которые не будут этим заниматься и не будут нанимать специальных программистов. Ну, просто для меня это реальность текущая. То есть сейчас уже, мне кажется, любой крупный соцсервис имеет систему аддонов и имеет маркетплейс. Это даже некий критерий зрелости соцсервиса, который понял, что невозможно самому писать все фичи, а нужно создать дополнительную силу экосистемы партнеров для того, чтобы писать вторичные фичи, которые покрывают не такое большое количество клиентов. Для меня это сейчас как бы обязательные условия успешности соцсервиса. Здесь скорее разговор о том, как эти аддоны, они вставляются, то есть как именно устроена архитектура внутри. То есть внешне, скорее всего, то же самое, выглядит так же, а внутри устроено по-другому. То есть это как раз то, что ты назвал API first. То, что сейчас все-таки любой сервис, он, ну, практически все. Сначала появляется продукт, потом к нему открывают API, потом появляется формат для аддонсов, от разработчиков, добавляют новые методы, сущности и так далее. А возможно, это перейдет к какой-то парадигме, когда все это уже будет, и сервис уже сам будет строить свой продукт на своем же API, который сразу будет доступен разработчику. Ну, это фантазирует. Да, да. Ну, интересно, как эту бизнес-модель продавать. То есть я такой, вот с нуля взял, вот как начинается такой бизнес, я создал API. Да? Не, ну не абстрактный, а... Не, ну API, который решает какой-то предметной области. На котором дальше буду строить продукт. И дальше получается, что ты должен заранее найти неких таких инфраструкт, какое-то сообщество или какой-то пласт разработчиков, которые на основе твоего API начнут креативить в разную сторону. То есть это, наверное, подход, который может позволить себе Google, да? То есть ты должен быть уже каким-то, иметь огромный доступ информационный с точки зрения пиара к IT-разработчикам или к другим сетям. Тогда ты можешь взять такой и API открывать. Потому что, как если ты стартап, то это такой очень сложный путь. А возможно, API станет каким-то общим местом, какие-то будут... Типа репозитории API большие. Да, какие-то стандартизированные истории, когда ты просто, ну, выбираешь себе из уже существующих и просто его адаптируешь под себя. Ну, то есть это какая-то такая история, больше напоминающая, как сейчас происходит, я не знаю, с графическими движками, да? Когда-то давно, в времена моей юности, каждая компьютерная игра писала для себя графический движок. Был там Unreal Engine, у Quake, у каждого был свой Quake-овый движок. Вот. А сейчас, ну, вот как бы их сколько? Два, которые все используют, да? Просто они берут, вот они есть, они их дорабатывают. Вот, это как раз именно, что движок. Вот, поэтому с API, возможно, такая же ситуация потенциально может развиваться. И в этом смысле это даже логично, потому что вот у тебя есть, ты выбрал, ты с этой штукой работаешь, и как раз история про программисты, креативит, она выглядит как раз такой более стартаперской, знаешь, такой, вот вы придумали какую-то крутую штуку, вот с уже существующими вещами, вы можете ее сделать, как крутую игру. Как раз сильно проще и быстрее можно будет экспериментировать с идеями. Вот, да, я как раз хотел сказать, творческая часть здесь гораздо более, потому что может быть что-то... Типа технологическая часть уже закрыта, и ты как бы матчишь именно проблему пользователя в некую элемент автоматизации, который может что-то либо оптимизировать, либо привнести. Скорее всего, да, и либо ты, например, находишь какое-то новое совершенно направление, да, то есть ты, у тебя есть какие-то запросы пользователя, а потом есть еще запросы неартикулированные пользователей, да. Мне нравится, что вот это на самом деле идея, мы пришли к соседнему SaaS, Platform as a Service, который мы и делаем на Real Cloud Solutions. Да. Спасибо тебе за подводочку. Да, мне кажется, что Platform as a Service это как раз будущее, да, и поэтому вся инфраструктура сходится к тому, что нужны быть платформы, потому что в них уже сконцентрировано огромное количество экспертизы, опыта, они созданы, а дальше на основе них нужно делать бизнес, форки под конкретные задачи. Ну и в целом вот эта идея платформы, она максимально сейчас в IT развивается. Эта идея дает возможность очень быстро много экспериментировать, то есть когда у тебя возникает новая идея, нового продукта, сервиса, чего угодно, тебе не нужно с нуля тратить много времени, сил, разработки, денег на то, чтобы получить то, что называется там MVP, для проверки своей гипотезы, у тебя взлетает, этот продукт не взлетает, а очень быстро можно экспериментировать, по сути, в зависимости от сложности, за считанные дни, недели, месяцы, быстро запускать прототипы и смотреть дальше, оно у тебя летит или не летит. Хотел еще спросить, на каких рынках сейчас битрикс работает, именно иностранных, помимо России? Ну, по сути, это глобальный продукт, он по всему миру работает. Ну, какие основные, вот вы как видите, или где больше всего клиентов? У нас большой рынок США, большой рынок исторически немецкоговорящий в Европе, это вот Германия, Австрия, все там рядом с ними, то есть, изначально мы, когда битрикс24 как сразу запускали, он запускался сразу в трех локализациях, русская, английская, немецкая, с расчетом на эти рынки. Сейчас языков внутри продукта 18, если я правильно помню, отдельно выделенный, хороший очень рынок, очень активно развивающийся, это сейчас у нас Южная Америка, там прям очень активно, там есть поддержка португальского, испанского языка, очень активно работают и местные партнеры, и есть истории, когда у нас партнеры российские, которые работали на российский рынок, полностью переориентировались, сейчас работают с Южной Америкой, поэтому, в общем, много таких интересных направлений. Отдельно у нас сейчас есть тоже некий эксперимент, то есть, есть польская локализация, и чаще всего по миру у нас работают именно партнеры, то есть, офисы у нас в основном, ну, не то, что в основном, это по России и по СНГ, экс-СНГ, то есть, у нас основной офис это калининградский, компания Bittrex вообще калининградская изначально, а офис в Москве, естественно, офис в Санкт-Петербурге, есть офис в Киеве, в Минске, в Казахстане, и сейчас есть офис в Польше, чтобы мы там пробуем, экспериментируем различные модели, которые мы там применяем у себя по маркетингу, по продажам, локальное присутствие иногда, в общем, играет свою роль. А вот, ну, я правильно понимаю, что на самом деле, если у тебя SaaS, тебе легче выходить на другой рынок, чем если это коробочный продукт? Очень сложный вопрос, потому что... Выглядит, прости, дай я тебе перебью, выглядит так, да? То есть, ты такой, вот у тебя SaaS, вот у тебя сайт, ну, что, ну, все перевел, да, как бы на немецкий, там типа называется, я не знаю, по-немецки, DAS, Bittrex, что-нибудь такое вот, и все, и... На первый взгляд кажется да, а на самом деле вообще нет, потому что, если у тебя продукт, который решает какую-то прямо очень острую боль, вот локальную, то есть, что он каждому первому нужен, это значит, такой продукт уже есть. И вряд ли ты что-то изобрел революционное, и всем пошел это предлагать, там, вот какую-то проблему решать, которая вот у всех болела, никто не взялся это сделать, и ты вот такой замечательный сделал, то, что называется, полностью 100% работает на самопродаже. Сайт запустил, локализовал его, все пошли покупать. Такого сейчас, в общем, мало. Очень многие SaaS, которые сейчас запускаются, они зачастую формируют новые рынки, новый какие-то спрос, а когда ты формируешь новый спрос, то, что называется, растущий рынок, ты, в общем, конечно, ориентируешься на самопродажу, но зачастую все равно требуется либо какое-то внедрение, либо еще что-то, зачастую нужно понимание локальных процессов, то есть, те же, не знаю, условно, какой-нибудь взять ту же CRM, разные формы печатных счетов, разные нумерации счетов, разные валюты, разные локализации, разные даты, разные требования по законодательству, у нас 152 ФЗ, проперсданные в Европе, GDPR в США, еще какие-нибудь локальные там акты, которые по штатам принимают, должен не просто перевести продукт, ты его должен именно локализовать под конкретную территорию, и если он сам по себе не продается, ты должен иметь все-таки либо продажников локальных, либо работать с партнерами, которые локально это продают, потому что, ну, для сложных, у нас сложный продукт, он очень большой, он решает множество задач, но вот чтобы его прямо досконально изучить, все-таки требуется то или иное внедрение, и, в общем, само оно не продается. У нас же до СААСа, который мы запустили вот именно от себя, был такой проект, мы думали, что мы сделали эксперимент, мы хотели продавать как СААС, но полностью не от себя, а мы пробовали в партнерстве с хостинг-партнерами в России. Мы думали так, что мы сосредоточимся полностью на продукте, а хостеры, они хорошо умеют делать инфраструктуру, и они будут предоставлять именно инфраструктуру, возможно, какую-то первую линию поддержки. И деньги будем делить, то есть мы им будем давать продукт, они его будут сдавать в аренду через себя, все это будет прекрасно продаваться. Подписали кучу контрактов, кучу договоров с разными хостинг-провайдерами, в большинстве своем они просто у себя повесили на сайте, ну, вот теперь у нас есть вот такой вот продукт, и оно вообще не взлетело, потому что само оно не продается. После этого мы поняли, что, во-первых, нам нужен фидбэк от пользователей, во-вторых, по этому фидбэку нужно дорабатывать продукт, в-третьих, полная самопродажа стопроцентно не работает, все равно нужно что-то делать от себя, и поэтому в итоге мы запустили этот САС именно от себя, Адмитрий. Ну, и, соответственно, продвижение выглядело именно так, условно, локализация в Германии, это отдельно какие-то продажники в Германии, да, то есть какой-то там офис, не офис. Ну, то есть вот эта стратегия, вы как бы через партнеров выходили, или хотя бы сами развивали компетенцию. Да, неправильно, ну, как бы стратегия, которая не сложилась, а вот ты правил Германии. Так, которая сложилась, тут вообще отдельная история, тут мы, конечно, понимали, что очень много продуктов, с которыми мы будем конкурировать по отдельным областям, но у нас изначально получается целый набор сервисов. Когда нас спрашивают, кто там ваши конкуренты, у нас, наверное, мало или практически нет конкурентов по полному набору, которые мы даем. Да, потому что у нас есть и задачи, и CRM, и внутренние социальные сети, и мессенджеры, и хранение файлов, и это всё вместе интегрировано, обобщено. Поэтому по задачам мы с кем-то одним конкурируем, по CRM мы с кем-то другим конкурируем. То есть, кому нужно всё, конкурентов достаточно мало. Но, тем не менее, всё равно какие-то продукты есть, а на западных рынках они уже известны и достаточно много. Мы... Очень важной составляющей продвижения на Западе было то, что мы давали очень хороший функциональный бесплатный тарифный план, и продажи мы делали всё-таки через партнёров, а не сами. Потому что компания, которая вырастает из этого бесплатного тарифного плана, то дальше она, да, приобретает какой-то уже платный. Ну, то есть, вот, условно, в Германии это была схема, нашлись какие-то партнёры, которые продавали Bittrex. Да, и которым, причём, опять же, возвращаясь немножко назад, было и интересно, и выгодно продавать не только облачные решения, а в том числе и коробочные. И очень многие партнёры наши выросли из партнёров, которые изначально продавали коробку, а потом стали продавать в том числе и SaaS. У них находились клиенты и те, которые не хотели сами ничего обслуживать. Германия такая в этом плане... Ну, начали уж раз про неё говорить. Она просто сильно интереснее Америки-то, на самом деле. Не то, что сильно интереснее, но у них, например... И начинать через дорогу. Больше, например, и страхов, и законодательного какого-то регулирования про данные, они очень многие, как раз для них очень важной является возможность хранить у себя локальный, ставить себе коробку. Да, есть те, кто пользуется и облачным решением, но вот именно коробок продаж в Германии очень много. Партнёры, которые продавали коробки, они становились в итоге партнёрами, которые продают и облако. Для разных клиентов предлагали разные решения. И очень интересно именно вот первый заход. То есть ты сейчас уже такой процесс рассказываешь, а вот я представляю себе, что я сказал, что я вот типа молодец, в России сделал классный сервис Bittrex и хочу найти партнёра в Германии. И вот следующие шаги, они вообще не очевидны, как мне кажется. Вот типа как не найти своих первых партнёров, как не убедить в том, что я, придя из России, сделал такой сервис, который лучше конкурентов, и если ты будешь работать со мной и развивать, то ты как бы будешь больше зарабатывать в будущем. То есть вот эта вот начальная фаза, когда появились, наверное, уже первые партнёры, и такие говорят, классно работаем, можно масштабировать. Но вот эта вот первая часть, она кажется очень какой-то магией или каким-то очень хитрым, красивым маркетингом. Вот как вы проходили? Я досконально не расскажу. Это надо к нашим коллегам, которые занимаются направлением по всему миру. Ну, тут, наверное, несколько факторов. Во-первых, всё-таки было не совсем прям с нуля, потому что мы же... То есть у нас первый продукт это была CMS наша, один из Bittrex управления сайтом. И мы её на Запад и на мир тоже, в общем, более-менее, так или иначе, пытались продавать. И это была полностью партнёрская модель, потому что мы, разрабатывая платформу для создания сайтов, мы не являлись сами, например, студией, которая делает сайты. То есть мы давали... А, ну да, тут понятно, что... Дальше рядом же есть хорошая история про то, что появляется дальше коробочный продукт. То, что тогда ещё назывался корпоративный портал, и те же партнёры могли продолжать и это продавать. Потом появляется и облачный продукт, и тоже можно продавать. То есть сейчас уже появляются в том числе и новые партнёры, которые полностью с нуля пришли исключительно на Bittrex 24. Но были и партнёры, которые такие гибридные, которые начинали с одного продукта, переключались на другой. Дальше, наверное, у нас важные условия. Ну, я считаю, что у нас очень хорошая партнёрская программа. Мы, во-первых, от продаж даём очень большую долю, а там пара... Выше рынка. Ну, до 50% от стоимости мы отдаём. А кроме того, мы помимо платы за саму лицензию, если партнёр продаёт дополнительно какое-то своё внедрение, консалтинг, интеграция с какими-то внешними системами, то есть любые внешние доработки, то есть вот проект в конечном проекте стоимость нашей лицензии может составлять, я не знаю, условно, процентов 10, например. Мы свою долю берём исключительно от лицензии, не от проекта. Всё, что партнёр сделал там дальше сам, он полностью заработал сам себе. Поэтому это, в общем, и выгодная история, и хорошая, и партнёрам это было интересно. Ну да, прикольно. А как американский рынок? Как сейчас вот американский рынок? Хорошо. Растёт, развивается. Да? Нет никаких проблем для компании из России? Ну, такого... Калининград, конечно, так себе Россия, да? Недолго, но всё равно. Ну, такого, чтобы смотрели и говорили, что нет, продукты из России мы там покупать не будем, такого, к счастью, нет. Ну, пока растёт и развивается. Как-то прячете? То есть, я знаю, там есть компании российские, которые сейчас достаточно сильно перекрашиваются, осознаны как стратегии. Ну, типа ты берёшь, делаешь условно юрлицо где-нибудь в другой стране, которое называется так же, и делаешь, типа, партнёр... Ну, я тут ещё и про маркетинг, что ты вонас как-то чуть-чуть можешь аккуратненько, постепенно, да, там... Ну, скорее... То есть, нет, не то, что прямо корни там прячем или перекрашиваем, юрлицо западное есть, но это банально просто удобно. Ну, с точки зрения там расчётов, бухгалтерии и всё прочее, прятать корни, что это прямо российский, нет, не прячем. А с точки зрения маркетинга, опять же, коллеги, которые торгуют вот и работают на весь мир, они бы больше примеров рассказали, но тут скорее требуется не то, что корни спрятать, а под маркетинг требуется прямо очень вдумчивая локализация, если ты выходишь на конкретный рынок. Ну, начиная с того, что мы запускаем там какие-нибудь осенние-весенние акции в южном-северном полушарии, разные понятия зимы и лета. А вплоть до того, что там надо баннеры разные рисовать у нас летом и у них летом. А какие-то учитывать национальные особенности, то есть там в том же Китае число 8 счастливое, число какое-то там несчастливое, и проводить акцию с скидкой на то число, которое у них несчастливое, нельзя, потому что оно не сработает. Это какие-то очень маленькие примеры, но это вот очень показательные. То есть требуется скорее локализация под конкретный рынок, чтобы это максимально выстрелило и сработало, а не то, что какое-то там предубеждение против тех или иных корней. Очень строго смотрят на соблюдение закона локального. То есть если ты работаешь на Европу, ты никак не можешь игнорировать GDPR. Неважно, откуда ты, какие у тебя корни, ты должен строго, четко этому соответствовать. Если работаешь на США, на Азию, очень четко, строго надо соответствовать локальным законам. То есть, например, у нас очень большой вопрос про китайский рынок. Он для всех выглядит заманчивым, большим, очень хочется попробовать туда выйти, но это безумно сложно, потому что практически нереально хоть какое-то сделать привлечение, если ты не размещаешься локально в Китае. А чтобы разместиться локально в Китае, у тебя должно быть китайское юрлицо, причем там... С каким-то владением еще в доле. Больше половины с владением китайским. Которое сразу для тебя риск того, что у тебя этот бизнес не под полным контролем. Ну, даже не то, что риск, а нужно вообще как-то найти, чтобы вот это все так организовать. Поэтому тут вопрос скорее именно локализации под каждый конкретный рынок, если он более-менее там большой и значимый на тебя. Понятно, но на этом все, я думаю. Субтитры создавал DimaTorzok